С, выходящий из ВС, треугольника, делящий в противоположную сторону, он попал. Вот есть треугольник АВС, у него какие-то медианы АХ и БЮ, пусть они пересекаются в какой-то точке С. Оказывается, верна такая теорема. АЗ, ЗХ это вас. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас умеет ее заказывать. Ага. Не только не центр, а середина отрезка З, В, А, да. 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 Все, Владик? А почему это обязательно перелограмма? Нет, почему это перелограмма, я сейчас объясню. Но, вообще спасибо, сделать главное. Вы нарисовали чертеж, который действительно достаточен для решения этой задачи. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть отрезок Х, У. Это средняя линия треугольника АВС. Это что она сделала? Нарисовала среднюю линию, ну давайте, Х, Эль, треугольника АВС. Раз средняя линия, напоминаю для всех картинку, когда есть любой треугольник, то есть такая замечательная теорема. Когда мы отмечаем середины сторон, то треугольник разрезается на 4 конкурентных треугольника. При этом вот эти вот отрезки равны, эти отрезки равны, и вот эти тоже равны. Называется теорема о средней линии треугольника. Средняя линия треугольника параллельна основанию и в два раза короче. Я сейчас не буду доказывать, это отдельная тема, но вот, что называется, кому интересно учебники, посмотрите. Это важная, известная теорема о языке диаметра. Так вот, значит, отрезок К, Эль, обладает следующим свойством. По длине это половина отрезка АВ, а по направлению К, Эль, параллельно АВ, как средняя линия. И точно так же отрезок Х, Эль, он тоже по длине равен половине и параллельно. Потому что Х, Эль, это средняя линия треугольника АВ, С. Значит, вот эти отрезки равны половине этого и параллельно. Значит, фигура К, Эль, Х, Эль, это действительно параллелограмм. У параллелограмма диагонали, пересекаясь, делится пополам. Но она брала точки К, Эль, не просто так, а как середина. Значит, эти отрезки были равны. Все, все. Точно так же эти равны, потому что параллелограмм. А З, Эль равно Эль, Б, потому что... Впрочем, это нам не нужно, нам же нужно было вот это. Таким образом, медиану делят другую в отношении 2 к 1, считая вершиной. Между прочим, если мы проведем еще одну медиану, каком-то там С, З. Она тоже разделит в отношении... Вот медиану из вершины С разделят в том же отношении, а значит, пройдет через точку З. Мы доказали замечательную теорему. Медианы треугольника что делают? Пересекаются в одной точке. Отлично. И делят в отношении 2 к 1. Можно было ту же самую теорему доказать и другим способом. Картинка очень простая. Если вас интересует вот эта вот медиана АИС, то мы, чтобы узнать, в каком отношении делятся эти два отрезка, можем делать следующее. Провести среднюю линию в треугольнике... Вот здесь поставим точку Т. ХТ это средняя линия в каком треугольнике? В треугольнике ВЦY. Правильно? ВЦY. Почему это здорово? Ну а потому что у нас вот эти отрезки будут что? Равны. Будут равны. Потому что средняя линия, да? Вот эти вот были равны. Значит, эти, если вы провели параллельно, то будут тоже равны. И как же объяснить, что вот это 2 к 1? Это очень просто. Здесь возьмем и еще раз разделим пополам. Тогда получится, что у нас весь отрезок разделен на 4 равные части. И проведем параллельно. И те, вы поняли? У нас здесь есть параллельные прямые. И мы получаем такую очень понятную картинку. То есть, есть какая-то там точка А, точка Х, точка Т. Отрезок АТ разделен на 3 равные части. Мы провели параллельно. Здесь вот провели отрезок Y, Z. Все понятно? Так если здесь отрезки равны, то здесь тоже что? Равны. Есть еще масса других способов доказывать, что медианы пересекаются в одной точке. Но двух способов хватит. Потому что, в конце концов, в теории мы доказали. Это так. Продолжение следует... Продолжение следует...